Спортивно-оздоровительный комплекс «Пятый элемент», который принадлежит Порошенко, не нарушил никаких требований так называемого карантина выходного дня, об этом заявило руководство заведения. В комплексе объяснили, что ведутся процедуры по реабилитации с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований. «Мы спортивно-оздоровительный комплекс, и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье», заявил юрист комплекса Валерий Ричик. Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом локдауне выходного дня нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений. Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. Как известно, 14 ноября заведения посетили правоохранители, которые выписали административный протокол. Генеральный директор комплекса Наталья Щербе отмечает, что сотрудники вышли работать с соблюдением всех санитарных норм. «Наш комплекс имеет площадь в 18 тысяч квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка, всего более 25 тысяч квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст», – отмечает директор. Оздоровительный комплекс «Пятый элемент» планирует обжаловать действия силовиков в судебном порядке. Напомним, полиция Киева начала уголовное производство. По факту нарушений карантина администрации спорткомплекса «Пятый элемент», составлен админпротокол, сообщили в МВД. Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу, администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство, говорится в сообщении на странице Министерства в Фейсбуке 14 ноября вечером. Позже в полиции Киева уточнили, что уголовное производство начато по факту нарушения карантина администрации спорткомплекса «Пятый элемент». Ранее сообщалось, что журналисты лично проверили работу оздоровительного комплекса. По их сообщению, спортклуб бывшего президента Украины Петра Порошенко «Пятый элемент» работает в обычном режиме, несмотря на карантин выходного дня. Одна из клиенток заведения подтвердила нам, что в спортивном клубе все работает. Все работает, главное, чтобы маска была. Как отмечали корреспонденты с места событий, люди спокойно выходят из клуба. Дверь контролирует охранник, который закрывает ее для клиентов. Этот же охранник и меряет температуру и проверяет наличие маски. При этом людей в здании довольно много, наблюдается постоянное движение. После того, как журналисты показали, что клуб «Пятый элемент» работает, охранники перестали пускать клиентов. Посетители возмущались, что у них запись на 16 часов. Позже стало известно, что 14 ноября полиция также устроила проверку ресторана «Гавана», которая в итоге закончилась штурмом заведения. Полицейские выломали двери и укладывали посетителей лицом в пол. Журналист Влад Бавтрук снимал происходящее на мобильный телефон, который у него пытались отобрать правоохранители. Целая спецоперация была. Сильный контраст между тем, как деликатно заходили в «Пятый элемент» Порошенко прокомментировал корреспондент, происходящий в ресторане. Один из журналистов Влад Бавтрук находился на месте событий, снимал происходящее на свой мобильный телефон, который у него пытались отобрать сотрудники полиции. Спустя несколько минут после того, как патрульный корреспондент зашли в помещение ресторана. Один из сотрудников полиции поинтересовался, что он делает на месте проведения следственных действий, на что Влад сказал, что он журналист из Дания. После этого сотрудник полиции вырвал телефон из рук журналиста, прервав тем самым съемку. Через какое-то время телефон вернули. Влад Бавтрук вызвал другой наряд полиции, который составил протокол о противоправных действиях их коллег, препятствовании работы журналиста. Напомним, что нужно знать о карантине выходного дня в Украине. Будет действовать с 0 часов субботы до 0 часов понедельника. Запрещается проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек. Прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос, работа торговых центров и других развлекательных заведений, работа фитнес-центров и бассейнов, работа учреждений культуры за исключением субъектов хозяйствования, которые занимаются кинопроизводством. Работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания. Разрешено работа продуктовых магазинов, аптек, заправок без зон питания, ветеринарных аптек. Работа предприятий торговли, 60% площади которых занимают продуктовые магазины. Предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, работа операторов почтовой связи, деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта, деятельность по техническому обслуживанию регистраторов, расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного потребления. 11 ноября Кабмин ужесточил карантинные ограничения в Украине. К правилам добавился так называемый карантин выходного дня. С 0 субботы до 0 понедельника с 14 по 30 ноября будет запрещена работа кафе, баров и ресторанов, кроме доставки или работы на вынос, а также работа торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, бассейнов и спортзалов. Из учреждений торговли работать разрешено только магазинам на 60% и большие площади которых продают продукты питания, топлива, лекарства, ветеринарные препараты и корм. В то же время можно доставлять товары на дом. Также разрешена работа финучреждений, почтовых отделений, ветеринарных клиник, АЗС без зон питания и СТО. Запрещены деятельность культурных учреждений, культурные мероприятия, кроме кино и аудиосъемки, при условии ограничения доступа к съемочной площадке. Все участники съемок должны быть в масках. На работу общественного транспорта карантин выходного дня не повлияет. По данным журналистов, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти поддержат бизнес во время карантина выходного дня. По словам главы правительства, в Украине восстановят и расширят следующие программы поддержки предпринимателей. Компенсацию части зарплат работников в связи с простоем производства программа по частичной безработице. Выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года. Вместе с торгово-промышленной палатой прорабатывают механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня. Министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно повторял, что лучшим вариантом для Украины в борьбе с эпидемией было бы введение полного локдауна на несколько недель, но, по его словам, украинская экономика такого не выдержит. Сразу после решения Кабмина ряд мэров украинских областных центров заявили, что не согласны с ним, в первую очередь из-за негативного влияния на малый и средний бизнес. Мэр Львова Андрей Садовой назвал карантин выходного дня ерундой. Он говорил, что власти города не будут принимать неразумных решений Горсовет Львова заявляла о намерении обжаловать решение правительства в суде. 13 ноября Горисполком приняло решение, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведения общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, так как у нас нет выходных, заявил МИР. На это Степанов заявил, что в постановлении правительства речь идет не о выходных, а о конкретном промежутке времени с 0 субботы до 0 понедельника. Мэр Черкасса Анатолий Бондаренко, который сейчас сам болеет COVID-19, называл решение правительства большой ошибкой. По его словам, для таких небольших городов вводить карантин выходного дня нецелесообразно. Он также указывал, что ограничения приведут к ущербу для бизнеса и потерям для городского бюджета. 13 ноября власти города провели заседание комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором решили не вводить карантин выходного дня. В связи с этим в Черкассах разрешается свободное передвижение по городу, принимать посетителей в заведениях общественного питания, в том числе на выходных, работы ТРЦ, прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах, прием посетителей в других развлекательных заведениях, прием посетителей с объектом хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, деятельность учреждений культуры и работа рынков. 12 ноября в Одесском Горсовете заявили, что не будут вводить карантин выходного дня. Также в городе продолжат действовать ограничения оранжевого уровня эпидемической опасности. Ивано-Франковский исполнительный комитет городского совета 13 ноября принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья объявлены рабочими днями для заведения общественного питания, спортивных залов, учреждений культуры и рынков. Также в Ивано-Франковском Горсовете решили обжаловать решение о карантине выходного дня, добиться отмены штрафов для заведений, которые будут работать в выходные. Предприниматели должны работать, заявил мэр города Руслан Марцинкев. В Днепре также не будут вводить так называемый карантин выходного дня, заявил мэр Борис Филатов. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры не могут отменять то, что они не вводили, а я ничего и не отменяю. Просто городская комиссия под ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом, просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И комплиментировать решение Кабмина не в состоянии, написал он. Филатов призвал предпринимателей соблюдать масочные режимы, карантинные ограничения. Житомир также отказался от карантина выходного дня. Мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что власти снялись с рассмотрения вопроса о дополнительных ограничениях, связанных с карантином выходного дня. «У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения», заявил он. Секретарь горсовета в Рио мэра Луцка Григорий Пустовит в официальном письме обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой отменить карантин выходного дня. В мэре отметили, что многие субъекты хозяйства не несут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями, что приведет к сокращению рабочих мест. 13 ноября в горсовете заявили о намерении обжаловать решение правительства в суде. Власть ищет возможности для того, чтобы в нашем городе законно избежать карантина выходного дня и дать предприятиям нормально работать, а лучанам нормально жить и удовлетворять свои потребности в различных сферах жизнедеятельности. Городской совет не принимал никаких дополнительных ограничительных решений, говорится в сообщении. Также Пустовит попросил правоохранителей не штрафовать предпринимателей за работу в выходные. В Чернополе не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр Сергей Надал. «Не будут вводиться никакие дополнительные ограничения, кроме тех, которые действуют в городе сейчас», сказал он. Надал призвал предпринимателей придерживаться противопадемических мер. Шмыгаль заявил, что решение Кабинета министров о карантине выходного дня должно выполняться всеми субъектами хозяйствования в Украине. У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действия решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных, подчеркнул премьер. Степанов заявил, что местные власти должны контролировать карантинные меры. Они не думают о жизнях и здоровье людей, все, что они могут делать согласно законодательству, это усиливать такие меры. Это они могут делать, а этой анархией заниматься точно не могут, сказал министр в эфире телеканала Украина 13 ноября. По состоянию на утро 14 ноября в Украине подтверждено 525 176 случаев COVID-19, 12 524 из них за последние сутки. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.